Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Мориса Миттерлинка. Морис Миттерлинк – бельгийский писатель, драматург и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1911 год. Автор философской пьесы-притчи «Синяя птица», посвященной вечному поиску человеком, непереходящего символа счастья, и познания бытия «Синей птицы». Произведения Миттерлинка отражают попытки души достичь понимания и любви. Автор работал в жанре «философская сказка». Морис Миттерлинк родился 29 августа 1862 года в обеспеченной семье в городе Генте. Его отец был профессиональным нотариусом, его мать – дочерью юриста. Семейство будущего писателя пользовалось большим уважением среди жителей города. Когда Морису исполнилось 12 лет, его родители организовали для него домашнее обучение. Родители хотели, чтобы их сын пошел по стопам отца и тоже стал нотариусом. Однако Морису больше интересовали книги и музыка. В 1881 году юному Миттерлинку все-таки пришлось подчиниться воле его отца. И он поступает на юридическое отделение Гентского университета. Но весь свой досуг подросток продолжает проводить среди книг. В 1885 году Миттерлинк получает диплом об образовании и снова под давлением родителей делает следующий шаг. Уезжает в Париж для продолжения своего обучения в Сорбонне. Однако, как и прежде, все его свободное время оказывается посвященным только литературе. Вернувшись в свой родной город Гент, Морис продолжает заниматься литературой наравне с юриспруденцией. Его родители пристрастие к литературе не одобряли. Поэтому все свои произведения, написанные в то время, Миттерлинк печатает во Франции, для того, чтобы о нем не стало известно в его родном городе. В 1889 году Свет увидел первый сборник его стихов под названием «Теплица». В этом же году в Брюсселе писатель издает пьесу «Принцесса Мален». Сюжет этого произведения писатель позаимствовал из сказок братьев Гримм. 24 августа 1890 года в парижском издании «Фигаро» выходит статья с замечанием критика Октава Мирба о том, что неизвестный писатель Морис Миттерлинк создал самое гениальное произведение нашей эпохи. Критик Мирба пишет письмо Морису, в котором убедительно просит его посвящать все свое свободное время литературному творчеству. Именно вмешательство Мирба помогло писателю побороть сопротивление его родителей. Морис Миттерлинк стал активнее писать. Его произведения начинают печататься в местной прессе и получают заслуженную похвалу критиков. Вдохновленный Миттерлинк оставляет юриспруденцию навсегда. Теперь литература – это все, чем занят Морис Миттерлинк. Пьесы его очень высоко оцениваются критиками. Некоторые из них даже называют начинающего писателя новым Шекспиром. Известно, что Миттерлинк был очень склонен к использованию метафор и подтекстов в своих произведениях. Поэтому поначалу он пишет главным образом сказки и пьесы. Его герои общаются между собой краткими, однако очень емкими и многозначительными фразами. В 1895 году писатель впервые встречает девушку, ставшую для него спутницей и помощницей во всех его делах – Жоржетту Леблан. А в 1896 году пара переезжает в столицу Франции – Париж. С этого времени Миттерлинк пишет множество метафорических рассказов, которые входят в его сборники. Это «Сокровища смиренных», «Мудрость и судьба» и «Жизнь пчел». Самое известное произведение Мориса Миттерлинка – это пьеса «Синяя птица», написанная в 1905 году. Впервые была поставлена 13 октября 1908 года в Московском художественном театре Константином Станиславским. Постановка имела большой успех на театральных сценах других столиц – Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Впервые здесь узнают о том, что представляет собой мир, который создал бельгийский писатель Морис Миттерлинк. В поздних пьесах писатель обращался к библейским, сказочным и историческим сюжетам. Мотив смерти постоянно присутствует в произведениях писателя, а в позднем творчестве нарастает интерес к мистике и оккультизму. После 1920 года Миттерлинк больше не писал пьесы, но продолжал работать в жанре эссе. После изменения тематики творчества его популярность упала во многих странах, но во Франции интерес к его творчеству остался неизменным. В 1930 году Миттерлинк купил замок в Ницце, а в 1932 году стал графом по инициативе бельгийского короля Альберта Первого. Скончался писатель в Ницце 6 мая 1949 года от сердечного приступа. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...